Добрый вечер! Это программа «Право голоса» в студии Ольга Кокорекина. Призыв к легализации проституции может появиться в программе политической партии «Правое дело». По крайней мере, об этом сообщил ее лидер Андрей Дунаев. Его заявление породило новую волну споров. Нужно ли бороться с проституцией или признать ее как неизбежность и наделить жриц любви теми же правами, что и представители иных профессий. Поговорим об этом подробнее. В нашей программе «Право голоса» есть у каждого. И первым этим правом я предлагаю воспользоваться, ну, конечно, Андрею Дунаеву. Андрей, вы главный ньюсмекер по этой теме. Скажите, зачем нам, в принципе, легализовывать порог? Да, хороший вопрос, но давайте сразу определимся и зададим тон нашей дискуссии. Мы, надеюсь, здесь присутствующие все понимают, что проституция – это аморальное явление, которое, в общем-то, ну, для нашего общества, оно не вписывается ни в рамки нравственности, ни в морали. Но я думаю, что в рамки никакого общества оно не вписывается как позитивное явление. Я думаю, что у этого явления, у этого явления, аморального явления, есть негативные проявления. И вот бороться с негативными проявлениями этого аморального явления не просто морально, а необходимо. Мне говорят о том, что эта проблема не основная в нашей стране, это правда. У нас в стране есть гораздо более, может быть, насущные или более многочисленные проблемы. Что вас тогда заставило задуматься именно над этой проблемой, если она не является основной? Это тоже проблема. В нашей программе есть очень много пунктов. И как раз проституция, которая почему-то взорвала весь социум сейчас, она почему-то вдруг взорвала. Хотя мы говорили в интервью, в котором я это говорил, мы говорили о проституции одну минуту из 20 минут всего на все. Мы говорили о парламентаризме, мы говорили о отмене института президентской власти. Где-то в конце, в конце, в разделе борьбы с рабством, мы говорили о борьбе с женским рабством и о борьбе с негативным проявлением той самой проституции. Может быть, Андрей, потому и взорвала, что вы один из немногих, кто сейчас вдруг задумался об этом и предложил это легализовать. Это достаточно скандальное заявление. Может быть, вы, кстати, как политик, на это и рассчитывали? Знаете, специально не рассчитывал, но если бы я знал, что так это произойдет, я бы специально это инициировал. Вынес в начало эту идею. Это правда. Но в любом случае, смотрите, что нужно, опять же, в нашей дискуссии сегодня необходимо понять. Еще раз, явление аморальное, но негативные последствия мы обязаны минимизировать, это явление существует. Первое проявление – это пополнение, серьезное пополнение криминальной кубышки. Мы не говорим про то, что обязательно эти деньги в бюджет. Сейчас в проект речь не идет, как можно говорить вообще об моральных деньгах и так далее. Мы говорим лишь только о том, что сейчас пополняется на десятки миллиардов, а может даже и на сотни миллиардов рублей в год криминальная кубышка, с помощью которой продолжают развращаться наши правоохранители, с помощью которой приобретаются наркотики и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны поднимать аспект медицинский. С помощью проституции, в кавычках, с помощью происходит заражение венедическими заболеваниями. Третий момент, для чего необходимо легализовывать проституцию – это негативное проявление. Сейчас, когда все якобы не существует, или по крайней мере, условно-законно, все происходит тайно, и вот студентки, или еще кто-то, кто считает допустимым для себя, или студенты, или любое другое лицо, которое считает допустимым, таким образом легко подработать, они знают, никто не узнает, никому не расскажет. Вы спросите, поэтому, когда у проституток берут интервью, как раз у этой категории проституток, они говорят, зачем нам легализовывать, а вдруг кто-нибудь узнает? Так, слушайте, если кто-нибудь узнает… Вы хотите что, их к доске позору приковать? Ну, в какой-то степени… В чем идея легализации? Они просто не пойдут. Когда мы дойдем уже до структуры, что я предлагаю сделать, другой же вопрос, еще раз говорю, что есть проститутки совершенно другие, те, которые стоят на МКАДе, те, которые стоят на дороге. У многих из них, те, которые, кстати, в публичных домах незаконных содержатся, у которых отбирают паспорта, которые содержатся в скотских условиях, у которых просто нет иного выбора. У криминала, как такового, не будет просто финансовой подпитки для того, чтобы похищать дополнительно людей, посажать их на наркотики, и дать тоже, кстати, деньги, наркотики купить, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, давайте, ну, хорошо, вещи своими именами. Подождите, подождите, я просто скажу, что я хотел бы сделать. Вот что в моем понимании есть слово легализация, потому что легализация – это официальное признание. Может, вы неправильно понимаете слово легализация? Легализация – это как, по голландскому принципу, открытые публичные дома. Легализация – это когда можно, когда квартал красных фонарей, когда это все законно. Легализация – юридическое понятие слова легализация – это официальное признание. Точка. Так вот, что нужно сделать? Нужно всего-навсего исключить из кодекса административных правонарушений к статье занятия проституцией. Вы занимаетесь? В уголовный кодекс добавить состав о незаконном занятии проституцией. Публичные дома необходимо сделать таким образом, чтобы они были где-то на ошибке, чтобы не было рекламы. Знаете, у нас уже казино перевели на ошибку куда-то, и, знаете, никакого значения это не имело впоследствии, потому что подпольные горные дома существуют везде. Вы так говорите, как будто у нас не существует проституция. Нет, я не говорю этого. Это медицинский факт, она существует. Иначе название. Нам 20 лет. Мы уже знаем, что 20 лет в России существует открыто проституция. Вот вам, пожалуйста, реклама. Если мы говорим о том, что это зло, давайте бороться. Если мы говорим о том, что контролировать, давайте узаконим. Вот вам, пожалуйста, газета. Фринансовая, цветные картинки. Существуют вообще отдельные газеты и так далее. Огромные журналы, которые... А что государство об этом не знает? А что государство открыло глаза и сказало... Государство об этом знает. Но у нас проституция входит в административный кодоск правонарушений. Проституток. 2,5 тысячи рублей проститутки за то, что ее поймали. А сутенер... А сутенер, это уже уголовная статья. А те, кто рабским трудом заставляет заниматься этих проституток. А несовершеннолетняя проституция. Поскольку это никак не контролируется законом. И поскольку это в свободном плавании, ни государство, ни правоохранительные органы не обращают на это внимания. Правоохранительные органы обращают на это внимание. И, кстати, неплохо с этого кормятся. Неплохо с этого кормятся правоохранительные органы. Это первое. Второе. Давайте не будем впадать в иллюзию, что большинство этих девушек кто-то заставляет заниматься проституцией. Это их личный выбор. Понимаете? Потому что работать таким образом и зарабатывать большие деньги значительно проще, чем потратить время на получение образования, на движение по карьерной лестнице. Это более трудоемкий процесс. А деньги хочется здесь и сейчас. Давайте узаконим, сделаем специальный инвестор. Я хотела бы сказать... Да, да, да. Здесь очень все гладко на бумаге, но забыли про овраги. Так, что у нас с оврагами? Самую постановку темы, вообще легализация, это же просто аморальная сама по себе. Почему мы не говорим о том, как избежать, как искоренить вообще? Это же социальная язва. Вы знаете, Татьяна, дело в том, что профессия проститутки не зря называется первой древнейшей, понимаете? Она появилась очень давно. Вы знаете, давайте вспомним. И в разное время, при разных общественных формациях с этим пытались бороться, но не победили. Всегда вычисляли и мазали дегтем забор, их забивали камнями и все... В дореволюционной России существовали официальные публичные дома. Они имели вот эти вот билеты, понимаете, проститутки. Больше того, если вы почитаете русскую классику, то вы узнаете для себя, возможно, с интересом. Не про Сонечку Мармеладову. Сонечка Мармеладова – это судьба несчастной девушки. Про то, что отцы благородных семейств, когда их сыновья подрастали, они приводили их в публичные дома к знакомым проституткам, дабы те обучили их правильному обращению с женщиной. Андрей, который я очень хотела бы задать. Андрей, вы как ответственный политик должны осознавать, что если вы выходите с какой-то горящей, животрепещущей темой на публику, на общественное обсуждение, вы должны, первое, понимать, что нужно предлагать решение, и второе, что нужно предлагать его в комплексе. Совершенно очевидно, что очень многое проституировано в нашей стране. И не только, собственно, та узкая тема, которую мы сейчас обсуждаем. У нас в Российской Федерации проституция тесно связана с нелегальной миграцией. У российской проституции сейчас вовсе не гражданство России, а в основном это женщины из стран СНГ. Мы знаем, из каких приезжающих сюда совершенно нелегально. Вот вы, в принципе, готовы сейчас ответственно заявить, что вы сможете... Разработать комплексную программу, программу борьбы с этим общественным образомом. И реально держать эту тему. Уж коли вы ее вбросили. Мы видим эту проблему, и мы будем проводить специальные исследования, которые как раз направлены на решение этой проблемы. Хорошо бы сначала исследование... Наталья, прошу прощения. Проституция должна быть узаконена. Это означает, но при этом... То есть у нас закон о проституции появляется. Я правильно вас понимаю? Ну как еще это узаконить? Так точно. Не на уровне же там заявления властей. Специальный закон о проституции. При этом проституция должна быть разрешена только в специально отведенных местах, которые даже без таблички функционируют. Кто знает, тот знает. Реклама вот таких услуг, как вот сейчас в газете, должна быть запрещена вплоть до уголовной ответственности. Даже намек на такие услуги. Прословно. Параллельно с этим в публичных домах, которые существуют, поскольку это действительно объективное зло, и с этим никто не спорит, должны работать представители и священнослужители. Параллельно с этим должны работать психологи и работники социальных служб. Рядом должны создаваться рабочие места. Делать колледжи, обучающие проституты. Нет. Еще раз. Слушайте, вы знаете, это мне напоминает роман Чернышевского, что делать. У него была прекрасная идея. Каждый заблудший душе по швейной машинке. Вы политик, вы сделали такой вброс. Не вы первые его делаете на протяжении. Это провокация. И вы прекрасно знаете один принцип. Если нельзя бороться, нужно возглавить. Вы готовы возглавить и стать политиком, который легализировал проституцию, вел пенсионную систему, систему обучения и вверх нашу страну просто в катастрофу. Согласны ли вы, я обращаюсь сейчас ко всем представляющим противоположную сторону, с тем, что государство через законотворчество, через издание новых законов, должно просвещать граждан и должно повышать их духовный, интеллектуальный уровень? Согласны ли вы? Сергей, тяжело вздыхаете. Вижу, что вам не нравится разговор про нравственность, про бизнес понятней. Скажите, пожалуйста, вот какой вам видится легализация проституции? Вот эти официальные публичные дома, которые, безусловно, появятся, если это явление будет признано узаконенным. Четко разделять мораль и право. Морально проституция отрицательное явление. С этим никто не спорит, и в этом плане абсолютно согласен с противоположной стороны. Римское право разрушилось, потому что мораль была отникавшая. Но есть еще правовая оценка. И вот как раз европейский опыт правовой оценки говорит о том, что легализация проституции это меньшее зло, чем попытка загонять ее в... Так, Сергей, хорошо. Почему меньшее зло? Объясните. Татьяна. Смотрите внимательно на европейский опыт. Германия, Австрия, Нидерланды, Венгрия, Марвия, Греция, Турция. Это страны, где проституция официально разрешена, причем разрешено создавать предприятия, которые называются публичными домами. Во Франции предприятия создавать запрещено, но разрешено в индивидуальном порядке заниматься. Наилучшая статистика по экономике этого процесса имеется по Германии. Примерно 400 тысяч человек в этой отрасли работают. Вдумайтесь в цифру. Это, если говорить о женском населении, то это примерно 0,9%. Выручка этой отрасли это то, что отражено в бухгалтерской отчетности. Еще раз подчеркиваю, я говорю не о морали, а о экономических аспектах. Примерно 6 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 0,2 в ВВП Германии. При том, что вообще уровень преступности, в том числе насильственной преступности в Германии, в разы ниже, чем в нашей стране. Это по другим причинам. Дело в том, что как только у вас любое явление становится нелегальным, это тут же порождает наслоение преступности. Это касается и наркотиков, уклонения от налогов и так далее. Поэтому, поэтому... Скажите, пожалуйста, вот что... Нелегально проституция, безусловно, отрицательное явление. В узаконенном состоянии это отрицательное явление приносит гораздо меньший вред обществе. Это не хорошо. Первый царь, который разрешил проституцию в России, это Алексей Михайлович, 1649 год. До 17-го года это было легально. До 27-го года советская власть нейтрально относилась. А первые правовые акты, которые поставили проституцию вне закона, 1929 год. Да, Дим. Если говорить про опыт царской России, действительно такой опыт был. И он был плачевный. Возможно, это привело к 17-му году. То там во время... Увы, нет. Противники легализации проституции уже тогда выбрали критерии, почему это зло. И они актуальны до сих пор. В чем критерии? Они экономические, нравственные. То есть, во-первых, легализация все больше женщин будет вовлекать в это занятие. Если мы легализируем, количество проституток увеличится. Это факт. Во-вторых, это уже тогда, сто лет назад говорили о том, что профессиональная проституция затрудняет женщинам выход на обычную работу, нормальный рынок. Далее, тогда наши предки говорили о увеличении насилия, о увеличении виридических заболеваний и о усилении коррупции. Они тогда уже понимали о том, что легализация... Теневой рынок останется. Вы знаете, Ольга, мне бы хотелось... Извините, Дмитрий. Вот замечательно, что сейчас прозвучали слова о реалиях столетней давности, но сейчас к нашей действительности. У нас в течение ближайших 15 лет, к сожалению, уменьшится на 15% Российской Федерации число женщин репродуктивного возраста. У нас действительно демографическая катастрофа. В случае, если проституция будет легализована, и вы прекрасно понимаете, что очень во многих моногородах действительно просто кризис с работой. Многие женщины пойдут в эту отрасль. Можно вопрос у меня к вам? Вот вы неразвращенные люди, слава тебе Господи, но представьте себе в страшную картину. Кто-то из ваших близких приходит... Вот развращенный человек. Ему нужно, он устал, он должен расслабиться. Он приходит в этот дом терпимости, а там его ожидает чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то жена. Вы готовы себе просто представить вот эту картину? Я нет. Это вопрос не того, кто пришел, а вопрос, почему эта женщина находится в этом месте. Безусловно. Мы говорим о том, что у нас снизится рождаемость. А сейчас, когда мы говорим о том, что де-факто проституция легализована, она де-факто легализована, у нас все знают. Ну, безусловно, потому что если, по большому счету, за занятие в проституции берут такой маленький штраф, это никаким образом не мешает женщине дальше этим заниматься. Во-первых, еще комиссия ООН призвала к легализации проституции в связи с распространением, массовым распространением СПИДа. Там будут медицинские сотрудники, которые будут ежемесячно, еженедельно проводить диспансеризацию этих девушек. Когда девушка уйдет на пенсию, как балерина, да, в 25, в 30 лет. А, то есть у них досрочная пенсия, потому что труд физически тяжелый. Вы знаете, на самом деле, вот просто... Есть техническая сторона дела, как бы это цинично ни звучало. Какая запись трудовой книжки, скажите, пожалуйста, вот если женщина занимается проституцией? Это уже вопрос к законодателю, понимаете? Это вообще как вам невозможно. То есть она товар? То есть предоставление услуг, она товар? Ее покупают? Естественно. А мы продаем свои профессиональные качества. Я адвокат, я продаю товары, я продаю свои знания. Нет, я так понимаю, тут весь вопрос в том, до какого места мы друг друга продаем. Если вот в этой части, то это нормально, а если ниже, то это уже, конечно, безнравственно. Деньги мы направим на... На что? На пенсии? Да, конечно. На детей? Да, конечно. На развитие спорта, на развитие культуры. Мы направим... Это глупость! И что? Это как честные деньги? Извините, пока... Они искупят свой грех тем, что деньги, которые пойдут в налоги, будут потрачены на благие дела. Если будут специальные реестры, я вас уверяю, больше половины девушек и юношей не пойдут работать проститутками, потому что это будет публично. Если человек может себе позволить стать публичной проституткой или публичным сутилем, он пойдет. Но это значит, что останется и этот не публичный подпольный сегмент. Вот в чем дело. А не публичный подпольный сегмент нужно предотвращать уголовной ответственностью, а не две с половиной тысячи административного наказания. И тут же она вышла и отработала эти две с половиной... Ну и вы понимаете, что те государственные структуры, которые сейчас занимаются крышеванием этого бизнеса, они просто будут еще больше на этом обогащаться. Если мы легализуем проституцию, даже общество признает, что это нормально, то институт семьи, как основоположные с лундами отношения, будет разрушен полностью. Так, вот по поводу института семьи. Можно мне вопрос к секретру, к сексопатологу? Дмитрий, прошу прощения. Прошу прощения, Дмитрий. Вы помните, что блудники и прелюбодеи царствие Божьей не наследуют. Их те, кто занимается сексом вне брака, их ждет вечный огонь. Так, хорошо. Дмитрий, давайте пока не о вечном огне. Давайте вот про разрушение института семьи. Действительно, легализация проституции настолько опасна для сохранения вот такой зыбкой в наши дни структуры, как в российской семье. Это был вопрос психиатрового специалисту. Я удивлен, как ведет себя оппонирующая сторона. Много шума, эмоций. Но, по сути дела, эти люди поддерживают коррупционную составляющую в стране. И хотят продолжить, чтобы дальше женщины были в поле бесправия, чтобы их крышевали, чтобы на них наживались сентенеры, и чтобы они были вне закона. Вот к чему вы призываете. Мы пройдем медицинский осмотр. Разве это не будет нелегально? Вы много говорите о грехе. Блуд и прочее, прочее. Почему вы то же самое не говорите о алкоголе, который продается на таблине? Почему вы не говорите о запрещении огнестрельного оружия? Уже из травмы людей. Теперь что такое настоящая проституция? Настоящая проституция, когда женщина, используя свои сексуальные возможности, совращает начальника для повышения заработной платы, для того, чтобы продвинуться по службе, для того, чтобы взять экзамен. И мы про это стыбливо умалчиваем. Почему? Теперь возвращаемся к этим женщинам. Но всему это не поддает добро. Подождите, подождите. Второй момент, очень важный. Давайте, мы все-таки будем... Вот вы призываете к тому, что надо любить близкого. Нужно относиться терпимо, быть толерантным. Не призываем. Ни в коем случае. Вы ошиблись. Нет, не надо. Это вы призываете... Ну, видите, не все на этой стороне от любви ближнего призывают. Почувствуйте любовь к тем, кто занимается профессионально секс-услугами. Почему проституция? Отжитый термин. Что делает проститутка? Какие они... Точнее, специалист по сексуальным услугам. Это... Что она делает? Это мотивация, что вы сейчас делаете. Факт, факт. Работа, профилактика, смятие стресса у мужчин, инвалиды и прочее, прочее. Апологетика, пожалуйста. Помогает людям немножко отдохнуть. Вы много говорите о морали, о деньгах, о бизнесе. Но вы забыли, что есть человек. А у человека есть биологическая составляющая. Дорогие мои, не надо себя обманывать. Дело не в проститутках. Дело в том, что есть спрос на проституток. Если бы спроса не было, то и услуг бы таких не было. Любовь к ближнему и любовь к греху, это разные вещи. Мы любим грешника. А вот Иисус Христос очень гуманно отнесся к груднице. Он прощал грудниц, но он ненавидел грех. Как написано. Иди в грехи. Да и мы против греха. И мы против коррупции. Вы что думаете, что мы за коррупцию голосуем? А что же вы говорите о том, что славится? Как это можно? Нет, сделая легализацию проституции, мы еще раз усиливаем коррупционную составляющую. Но мы должны говорить о целомудрии, о верности, о воспитании и женщин, и мужчин, и детей вдруг не совершено. Какие у нас есть государственные программы, которые воспитывают в целомудрии, в верности. И сейчас прервемся ненадолго и сразу после этого вернемся в эту студию. И право голоса получат наши эксперты. Напомню, мы говорим о легализации проституции в России. Нужна ли она? Это программа «Право голоса». И сегодня мы говорим о возможной легализации проституции в России. «Право голоса» переходит к нашим экспертам. Александру Теслеру вопрос. Александр, вот женщина, которая занимается проституцией, она получает психологическую травму? Несомненно. И все ее родственники получают психологическую травму. Но если женщина находится на рабском положении, если у нее нет ни права голоса, ни возможности обратиться к психологу, к врачу-психиатру, она получает гораздо большую психологическую травму, что и заканчивается суицидами. А вот как раз, когда говорили о том, что женщины в юном возрасте могут быть, как вы тепло очень сказали, блуд, да еще и за деньги. То есть так блуд, да еще и ничего, за деньги это вроде как не полагается. Так вот как раз, когда женщина прошла определенный период жизни, сейчас девушки многие имеют возможность, кстати, оплатить свое обучение таким путем. Так вот женщина, пройдя такой тяжелый период жизни, она как раз может обратиться к церкви и не дай бог, человеку, который говорит, что Бога ее в чем-то упрекнуть. Александр, кстати, у вас есть какая-то личная статистика по поводу девушек, которые занимались этим непочтенным ремеслом, а потом создавали семьи? У меня нет статистики, у меня было масса пациенток, начинающих с советских времен, которые занимались этим непочтенным ремеслом, как мы говорим сейчас. Они же несчастные женщины. Татьяна, ну вы знаете, по большому счету об этом могут рассказать только они сами. Все женщины в этой стране несчастные, да и вообще не несчастные. Несчастна она и счастлива в ее статусе. Это ее работа. Давайте начнем с того, что это ее... Это ее беда! Это ваша беда. А это ее работа, когда мужья у таких женщин начинают посещать публичные дома, это значит, что не в государстве что-то неблагополучно, а в семье что-то неблагополучно. Александр, а вы знаете мужчин, которые хранят лебединую верность своим вторым половинам всю жизнь? Мы сейчас говорим о легализации проституции. Мы не говорим о проституции искоренить невозможно, как оказалось за многие тысячи лет. Мы сейчас с высокой аудиторией говорим о легализации в каком смысле? Но отношение к этому выработано за тысячи лет. Чтобы это было под контролем и медицинский, и социальный, и в правовом поле. Почему? Тогда люди, которые останутся в тени, тогда появляется механизм воздействия, уголовного воздействия на этих людей. То есть они не платят налоги, они не соблюдают медицинские регламентации. То есть тут они начинают впрямую совершать уголовные преступления. Есть чем сравнить. Александр, вот я все-таки хочу понять, мы легализуем проституцию для того, чтобы тех ловить за руку и за другие части тела, тех, кто занимается этим незаконно? Или для того, чтобы ввести в правовое поле вот этих вот женщин, у которых там, естественно, не будет ни пенсии, ни зарплаты. Все у них неофициально, и права их не защищены. Это очень узкий аспект. Я считаю, что нужно легализовать этот род деятельности. Ради чего? Просто хочется понять. Второго года, кстати, Кочегар, оператор отопительной системы, кстати. Мы говорим сейчас о том, что государство обязано защищать права своих граждан. И с той стороны, кто работает в сексуальной индустрии, и с той стороны, кто приходит воспользоваться этими услугами. Вот смотрите, мы сейчас с вами спорим на самом деле о том, каким образом государство в законодательном поле должно отреагировать на такое явление, как проституция. Вы говорите легализация. Система мир. Мы говорим система госконтроля. Вот, например, фактически проституция может быть приравнена к наркотрафику. Конечно. Это такое же зло безусловно. Правильно? Правильно. У нас есть система в стране, в Российской Федерации, госнаркоконтроль. А почему нам не создать такую структуру госсексконтроль? Простите, пожалуйста. Так, и кто туда войдет? Я думаю, что в среди мужской части поселения огромное количество наберется. Мы говорим не о том, что мы за легализацию, мы говорим о том, что это зло, это реальное явление, которое должно быть внесено в правовое поле. С ним надо бороться. Позиция государства, это позиция устранения. Человечество не победило пока это явление. Запрещается. Да нет уголовного наказания за занятие проституцией. Так, сначала нужно определить, что понять, что мы говорим о минимализации, а потом уже наказывать. Ворота, дегтя, мазать, как сто лет назад, так и сейчас надо. Не у каждого дома есть ворота. Многие живут в многоквартирных домах. На дырях будем дегать, вырисовывать. Мужчина по поводу разрушения семьи. Вопрос был поставлен, на него не дали ответ. Да я в продолжение Сашного выступления. Вот с моей точки зрения и показывает практика европейских стран, как раз это в меньшей степени влияет на разрушение семей. Потому что мужчина, когда идет налево, он ходит к одной и той же женщине. И это влияет на разрушение. И может ее полюбить и уйти из своей семьи. А когда он ходит за деньги, он понимает, что он пришел за деньги, чтобы любить такую женщину. Он идет за сексуальной услугой. Точно так же, как и женщины, которые идут в клуб, они идут за сексуальной услугой. А вовсе не повеселиться. А вовсе не найти там свою судьбу. И это никому еще семьи не разрушило. Почему? Потому что одно дело услуга, а другое дело параллельная семья. Александр, у меня вопрос о вашей коллеге. Нужно ли нам легализовывать проституцию по голландскому принципу или все-таки нет? Или оставить ее в нынешнем нелегальном положении? Почему по голландскому? Почему по голландскому? Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что мне кажется, что обсуждение механизмов, как мы это сделаем, оно преждевременно. Это очень специальный вопрос, и он не решается нашими, скажем так, бытовыми знаниями и здравым смыслом. Здесь вопрос идет о принципе, нужна ли легализация проституции. И вот сегодня я вот как эксперт слушаю ту и другую сторону, я не услышала ни одного весомого аргумента в пользу того, что этого не нужно делать. И более того, с моей точки зрения, стороны совершенно не противоречат друг другу в плане того, что да, безусловно, нужен правовой контроль в этой сфере, и в то же время, зачем придумывать новые формы? Есть опыт человечества в этом плане, и есть российский опыт дореволюционный. Скажем так, он существует, и никто ничего другого не придумал. Можно, здесь есть развилка или по голландскому, или по, скажем так, немецкому принципу. Но это мы решим. Другой вопрос, что я не понимаю, почему господа клирикалы говорят, что мы мешаем, что те, кто хотят легализовать, мешают воспитывать. У нас есть русский принцип. Минутку, это не так. Минутку, это не так. На самом деле, легализуя проституцию, мы должны, наоборот, усиливать, усиливать пропаганду совершенно другого образа жизни и других профессионалов. На самом деле, запрещать ничего нельзя. Запретительные веры ни в одной сфере никогда ничего не решили. Здесь еще один очень важный момент, которого мы здесь еще не коснулись. Да, мы с вами ратуем за принцип легализации, да, те, кто ратуют, да. Но, заметим себе, только те законы в обществе начинают работать, которые общество принимает. И тут вопрос принятия, возможно, легализация только тогда, когда мы будем знать, что наше общество к этому готово. А, к сожалению, оно не очень готово. Почему? Слава Богу! Никогда наше общество не примет это. Прежде чем вводить законы, нужно подготовить общество. И то, что происходит у нас на этой неделе в средствах массовой информации, оно это показывает. Но, господа, я же вам не мешаю, и никто, и мы все только за. Если будете воспитывать нашу молодежь и находить формы для них, привлекать-то, это никак не противоречит введению проституции в... Нет, нет, нет. Татьяна, Варвара совершенно не призывает ваших детей идти в публичную думу. Поверьте, сама она туда тоже не пойдет. Это вот как-то видно и очевидно, по-моему. Очень полезная вещь. Ей нужно находить формы подготовки нашего общества к введению проституции. А можно у меня тоже вопрос есть? Представляете себе, скажем так, стратегию просвещения нашего общества, чтобы подготовить его к легализации проституции? Что вы говорите? Это все мусор, это грязь. Это нужно... Минутку, но почему? Вся наша художественная литература показывает совершенно разные аспекты этого дела. То есть это подготовка? Я говорю про проституцию. Классическая русская литературная... Это показывает, скажем так... У Бальзака есть прекрасный роман, который называется «Блеск и нищета куртизанок». Вот там эта жизнь этих женщин, ну, правда, в 19 веке, показана с разных сторон. Ну, господа, когда нет правового поля, то люди живут по понятиям. И это значительно хуже, понимаете? Проблема же... Давайте признаем, что объективно существует и найдем способы того, чтобы нашу молодежь воспитывать таким образом, чтобы она не выбирала эту европейскую программу. Но то, что она существует... У меня вопрос сейчас к Константину Случевскому. Прошу прощения, господа. У нас все уже в такой немножко философской какой-то вот сторону все это скатывается. Вот ментально общество принимает, не принимает. Мы вообще вот по ментальному своему вот этому механизму. Мы кто? Мы европейцы, мы азиаты. Откуда у нас вот столько... Господи, боже мой. И русские? Россия, да, русские. Отлично. Мы многонациональная страна. Татьяна. Вы знаете, я бы сказал так. Является ли продажа тела более страшным явлением, чем продажа, например, чиновниками, так сказать, своего места, государства, совести и так далее? Является или нет? Является... А это все оптом. Это продажа оптом. Это невозможно. И совести, и тела, и души. Татьяна. Так вот, я считаю, что сам термин легализация... Нет, не вас там сказать. ...термин легализации не совсем удачен. Да. Мы неправильно обсуждаем вот именно вот это слово. Это скорее декриминализация и гуманизация проблемы. Видите ли какая штука? Почему мы, считая злом наркотики и наркоманию, помогаем наркоманам выйти из этого состояния? Почему мы, считая алкоголизм злом, помогаем алкоголикам каким-то образом хотя бы излечиться? Полагаю, что это болезнь. Мы, считая злом проституцию, никаким образом не участвуем в помощи этим несчастным людям. А теперь смотрите, теперь смотрите, торговля... Константин, а почему вы считаете, что они несчастные? Я условно говорю несчастным. Потому что очень важно с юридической точки зрения определить, кто жертва. Клиент или, например, проститутка. Кто из них на самом деле жертва? А в этой истории обязательно кто-то должен быть жертвой? Это же может быть обоюдоинтересный, обоюдо выгодный выбор вот этих двух людей. Он может быть порицаем моралью. Вот я как раз хотел бы сейчас сказать. Но они сознательно выбрали это. Смотрите, то есть, что такое торговля телом? Ведь очень многие люди торгуют телом, не замечая этого. Например, органами, да, телесными, да. Например, мозгами продавая их кому-то за деньги. Спортсмены. Например, спортсмены, которые продают ноги и мускулы, то же самое, да. И здоровье. А здесь как бы продажа, условно говоря, секс-услуг, то же тело. Почему мы это считаем преступным? Потому что это с точки зрения морали или, скажем так, религиозных учений... Потому что в этом участвуют строго определенные органы. Вот в чем дело. Вот. Откуда тогда, почему тогда люди этим занимаются, особенно у нас? Вот заговорили про большевиков. Да в самом центре Москвы было два известных публичных дома прямо за магазином Армения. Откуда потом многие женщины торжественно перешли в семьи будущих большевиков, в дом старых большевиков Нернзея, Первомосковский небоскроп. Это знают все историки. Для этого не существует строя. Это было всегда. И вот здесь возникает проблема. Как решить эту вечную ситуацию? Как из нее выйти? Лучший вариант это признать всех врагами народа и убить. Для того, чтобы не убивать, нужно тогда подойти к этой проблеме с душой, разумом, сердцем и жизненным опытом. А не с ненавистью, понимаете, да? И с гордыней. Вот это самое страшное. И вот здесь самый идеальный вариант. Вот почему говорят, что вот как вот так? Почему религиозные люди, почему церковь, например, разной церкви вмешиваются в государственные дела и пытаются за государство решать эти проблемы? Конечно, не должны они вмешиваться. Но должны показать идеальный пример. Должны показать идеальный пример нравственности, семейственности и показать, что вот как это может быть. Ирина, вы мать весьма взрослого сына. Но вот если отмотать времени на несколько лет назад, вот как бы вы отнеслись к тому, чтобы свой первый опыт сексуальный он получал в легализованном публичном доме? Ну, знаете, я очень страшная мама. Я бы отнеслась плохо к этому моменту. Так, отличная мама. Но я хочу сказать, вот дом Нерензея, конечно, славился не только публичными домами в свое время, а знаменитым театром Балиева «Летучая мышь», который был в этом доме. В этом доме не было публичного дома. Он был рядом. Там рядом, что через дом. Там где офис Самсуга. Вот как мужчины знают биографию этих мест даже сто лет спустя. Вот это поразительный факт. Вот как бы ни странно, москвичи, понимают. Но тем не менее, у меня к Людмиле Константине... Как ни странно, мы москвички, но не знаем. Да, у меня к Людмиле Константине такой вопрос. Вот вы юрист, вы будете заниматься разработкой закона. Вы создадите массу привлекательных моментов в этом законе. Вы напишите, что эти женщины на пенсию уходят раньше, потому что у них будет, наверное, год за три считаться, например, да? Как северный коэффициент. Вы напишите, что у них будет бесплатное медицинское обслуживание. Вы напишите, что они будут бесплатно получать психологическую помощь. Вы напишите, что они будут обеспечены, ну, проживанием. Они будут плательщицами? Проживанием. И вы напишите еще, что у них будут льготы по налогам, то есть они получат какой-нибудь статус льготного налогообложения, и дальше там будет вывешен... Статус пострадавших на тяжелом производстве. Да. То есть вид класс. Это опасная история. Секс в Чернобыле. Тем более то, о чем говорит сегодня левая сторона, что в основном россиянок-то не так много. Эта привлекательность пригласит сюда к нам огромное количество, ну, нелегалов, потому что многие из них существуют. Ирина, россиянок не так много в Москве и Питере и больших по-настоящему городах, туда, куда притекает трудовая миграция. Но... Это опасная ситуация. И сегодня... В целом по стране россиянки, конечно, заняты в этом. Татьяна Михайловна, сегодня, к сожалению, семья иногда повлиять на это не может. Есть страшная улица. И второе. Представьте себе, сегодня бывший сутенер решил легализовать свой бизнес. Он приходит в налоговую инспекцию. Ему нужно иметь начальный капитал, ему нужно иметь помещение. Дальше к нему приходит СЭС, который берет взятки. Дальше к нему приходит пожарная охрана, которая берет взятки. Дальше к нему приходит административная инспекция. А потом через год нам показывают этот дом, как существует 25 девушек в какой-нибудь двухкомнатной квартире и спят на нарах. В нашей стране это невозможно. Подожди, в Москве будут все те же проблемы, что и у людей в стране. Невозможно. Сегодня в нашей, в нашей первой стране, не делизовать такого бизнеса. А можно я Ирине отвечу на вопрос? А не разливать? И наша тоже. Уважаемая Ирина Леонидовна, я ни в коем случае не считаю, что работа, условно назовем пока проститутой, рабочее название должность проститутки является льготной. Почему вы считаете, что им нужна бесплатная помощь медицинская? Ирина Леонидовна, я не считаю, что они должны идти на пенсию не в 55 лет, а гораздо раньше. Это совершенно, я об этом не говорила. Да кому же они нужны-то, господи, боже мой. Ой, Олечка, отручет вот этот журнальчик после программы. Я не буду ее читать. Здесь есть, как говорили, и антиквариат, и винтаж. Даже в Голландии отрицают. Батюшки. Да, да, да. Поэтому второй момент. Чего из-за твоего, господи? Второй момент, я не буду сейчас говорить о СЭС, о пожарниках и так далее. Я просто приведу пример. Ресторан «Старая лошадь», который сгорел, где погибла хромая лошадь, где погибло огромное количество людей в тюрьме. Там были проституты? Это узаконенный бизнес, это ресторанный бизнес, СЭС, пожарники, налогово и так далее. Взятки. Взятки. А я же вам говорю о том, что если мы все, и проституцию тоже в правовое поле не введем, вводим, вводим, то тогда никаких взяток не должно быть. Ну, никакие коробки... Это лакмусы, бумажные институцию легализировали, коробки, сэрикоративность и взятки тоже. Или как? Пользуйтесь вашей риторикой. Вообще нам все упразднить и пойти в каменный вверх. Пока мы не успели все упразднить, мы уйдем на короткий перерыв, и сразу после этого право голоса получат наши зрители. У них тоже есть вопросы к гостям студии. Это программа «Право голоса», и сегодня мы говорим о легализации проституции в России. Благо это или зло? И «Право голоса» приходит к нашим зрителям. Пожалуйста, первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Валерий. По возрастному цензу мне, в общем-то, без разницы, будет проституция или нет. Но, тем не менее, самое абсурдное заявление, что проституция и наркомания одинаковые. Можно подтянуть любой здесь. Вопрос такой. Если будет определена проституция, то как она будет определена в законодательном поле? И будут ли женщины, получающие от богатых мужчин подарки и деньги, облагаться налогами? Я предлагаю приравнять это по сетке госчиновников. У них тоже до определенной суммы. Или до вашей музеи. Слушайте, вы знаете, в таком случае у нас музей проституции в России может соперничать с Грандовитой палатой. Главное пересекать. В очень жестких мусульманских странах, вы знаете, есть такое понятие «ночной мула». То есть запрещена проституция, но мужчина может быстро жениться, значит, все, что нужно сделать, при этом заплатить деньги, а внутри семьи это не запрещено. Но в том числе сделать любые подарки, а к утру три раза сказать, что ты не можешь... Талак, 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 талак. Это делается... И прогнать ее. А они коньяк, ищенники тоже пьют иногда. И никаких налогов. Для того, чтобы ввести в закон понятие проституции, да, вообще легализовать, нужно определить понятие, где проституция, а где отношения, где влюбленность, где ухаживание и так далее. И с моей точки зрения, вот когда будет понятие проституции, когда будут какие-то критерии законодательные, которые обсудят все заинтересованные ведомства, и когда это выйдет в Государственную Думу, давайте не будем лицемерить. Безусловно, менталитет нашей страны еще не готов к тому, чтобы этот закон был, но... И никогда не будет готов. Это вам так кажется. Но говорить о том, что пока мы не будем ставить этот серьезный вопрос на обсуждение, мы никогда не придем к его решению. А что касается подарков, я полагаю, что если это подарок в рамках деятельности проститутки профессиональной, конечно, он должен облагаться налогом. Если это подарок любимой женщине... А как вы проведете вот эту границу? Он полюбил ее вот в этот момент, в встрече? Или он просто так... Пропустим через полиграфик. Да вы что? Ух, и завертится веселая история. Мне очень нравится вопрос. Продавать полиграфы. Мне все равно, но все же. Вот Манон Лиско, мы как будем относиться к этому? Она как проститутка получила подарок, или она получила как любимая женщина, по-моему? Мы пока никак не будем... Ирина, потому что, к сожалению, это героиня художественного произведения, давно почившая. Пускай эти частности, на самом деле сейчас подарки облагаются налогом, за исключением тех налогов, которые дарятся близким родственникам. Поэтому здесь, мне кажется... Подарки любимым женщинам никаким налогом у нас не облагаются. Как-то не облагаются. Если это не в родственных отношениях, будь добра, по-хорошему, по закону, подать декларацию и заплатить налог. А что? Хороший удар. Много, вы знаете, женщин, которые заплатили налоги из тех подарков, которые не получили от влюбленных мужчин. Есть такое хорошее слово «репутация». Понимаете, мы забыли это слово напрочь. Вы знаете, вот я хочу обратиться к лидеру правого дела. Я представляю русскую протестантскую церковь. Есть такое понятие, как этика протестантизма, дух капитализма. Вы знаете, у меня многие увлекались программой правого дела, когда вы только начинали. После вашего заявления мои многие прихожане мне просто позвонили и сказали, мы выходим оттуда просто, публично. Я критиковал их и говорил, не надо вам никакого правого дела, никаких партий. Они говорят, ну нравится, ну казалось бы, хотят построить какое-то современное европейское государство. И вот за что боролись, на то и напоролись. Я уверена, что православные тоже там непонятны. Значит, уважаемые, вы сейчас спустились в самый черный демагогический прием, который может быть. И теперь слушайте меня, пожалуйста. Мы живем в разных странах, и мы верим, видимо, в разного бога. Я в православные храмы хожу, в моих православных храмах нет автомоек и нет бизнес-центров. В моих православных храмах, я прошу прощения, господа, давайте вот этот религиозно-политический спор мы вынесем за рамки нашей студии, потому что мы сейчас обсуждаем совершенно другую тему. Пожалуйста, следующий вопрос. Что вы говорите? Закроем. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я сексолог, и более того, я пишу о сексе. Секс – это здоровье. Это сексуальное здоровье мужчины. А женщины? И женщины в том числе. Но женщины, поскольку могут быть и без секса обойтись, и быть здоровыми. Вот это вот дискрепсионация уже. Но, но, и тоже есть женщины. Я задаю вопрос. Стоит ли запрещать то, что приносит мужчине сексуальное здоровье, и плюс налоги в казну, на наши школы, дороги и так далее? Так, мужчине сексуальное здоровье, а женщине материальный достаток. Очень интересно заметить, вот много говорилось об институте семьи, но по статистике в той же самой Германии, где проституция легализована давно, количество разводов на одну семью гораздо меньше, чем у нас, где это явление нелегально. Так тем более надо укреплять семью у нас, понимаете? Отлично. Надо просто о верности говорить в семье. Знаете, что дело? У нас очень мало женщин вступают в брак в девственном состоянии, Дмитрий. И это никак не связано с наличием факта проституции в обществе. На самом деле, изначально неверный посыл по поводу того, что секс есть здоровье. Безусловно, еще в Библии сказано, плодитесь и размножайтесь. Конечно. Скажем, общение мужчины и женщины, мы созданы равными и разными, приводящее к где-то рождению, и основанное на любви, это есть то, что составляет основу нашей жизни. То есть занятие сексом только ради воспроизводства? Нет, нет, не в порядке. В Библии написано, наслаждайся женой твоей юности. Да секс был у себя в Библии, пошла. Блуд на стороне, разрушай, с другой стороны. Блуд на стороне, послушайте специалистов в области секса. Блуд на стороне идут только те мужчины, которые не получают удовлетворение сексуально от своей женщины, от своей жены. Только те идут мужчины на стороне. И, к сожалению, вы должны признать, что таких большинство. Еще один важный момент, который мы упустили. Если мы будем бороться с проститутками как явлением, у нас что будет развиваться? Гомосексуализм и педофилия. У нас это все трансформируется в совершенно другие явления. Понимаете, если мужчина, если мужчина получает сексуальное состояние... Я хочу вопрос прямо с психопатологом переадресовать. Каким образом отсутствие легальной проституции приводит к распространению педофилии и гомосексуализма? А мы не говорим вообще проституцию как противополучие странаха. Вы знаете, дорогие мои, вот мы говорим о целомудрии и прочее. Да, целомудрие легче держать, когда у тебя очень низкая либидо. Великолепно держится. Но мы почитаем Толстого, дорогие писатели, да показано, что если хорошая потенция у мужчины, очень трудно ему держать свое целомудрие. Может закончиться и психиатрической больницей. Взрыв, стресс колоссальный. А вы его в целомудрие загоняете. Что же вы делаете? Вы хотите, чтобы он попал в больницу, врача уже? Вы видели, что он в целомудрие? Большинство православных живут целомудренно, если они не в ней занимаются, не рука блудит. Какая статистика у вас? Все, кто прочитает, вы же статистика. Пропускали через полиграф, они же могут илгать. Вы говорите о том, что у многих российских мужчин высокая либидо. Но, к сожалению, должна вас разочаровать для всех нас женщин. Друзья мои, это горькая информация, это не так. Так что пусть идут поститься. Подождите, таким образом вы проверялись. Откуда у вас такие данные? Господа, мне кажется, мы сейчас окунем в личный опыт каждого. Я предлагаю закрыть эту тему и перейти к следующему вопросу. Пожалуйста. Так, здравствуйте, меня зовут Полина. Если мы узаконим сексоуслуги, будет ли большая информация проходить по интернету, по газетам, по другим информационным блокам? Наши дети, наши внуки будут это? Смотрите, кто будет отвечать за все это? Можно сейчас это не происходит. Я должна вас успокоить с этой точки зрения, что роль средств массовой информации в этом сильно преувеличена. Потому что все-таки основной источник того, что дети становятся на этот путь, и взрослые, они в семье, в детстве, в истоках, это недолюбленные дети. Это дети, которым уделялось мало внимания, это те дети, которые видели примеры такие, которые толкали их на этот путь. Но здесь еще очень важный момент, про который должны помнить все, что в конце концов, это вот говорят бедные девочки, как они, вот их надо защищать. Вы понимаете, что всегда есть у любого человека выбор? Конечно. Даже в ситуации, когда мало денег, когда нет работы. Безусловно, не каждый пойдет торговать своим телом. Каким образом поправить это положение? Всегда есть выбор. Не обязательно это проституция. Нужно культивировать, чтобы выбор не правил. А какой выбор сделает человек? Во-первых, это его личное право, с одной стороны. А второе, это опять же формируется в семье. Поэтому я призываю просто не демонизировать наши средства массовой информации. Хотя с этим, безусловно, есть сложности и трудности, а больше заниматься своими детьми. Да, Игорь, вы хотели. До 12-13 лет воспитанием ребенка занимается семья. После 13, извините, школа, улица, знакомые. Ранний опыт ребенка, это самое важное, что формирует его, скажем так, личность. Возможно. Но не менее важно его окружение. Какие ценности? А какие ценности в нашем обществе? Жить хорошо, жить богато, быть успешной. Это не так. Как это сделать человеку или женщине без образования? Я не могу. Самый простой супер, это не проститут. Я же и говорил, что не все становятся проститутами. Я говорю, не все подговоры становятся проститутами. И большая часть ведет нормальный образ жизни. Мы говорим. Да, Константин. И большей частью мы должны работать. Я благодарю всех, кто сегодня пришел в эту студию. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Занятие проституцией, даже если оно будет официально признано, никогда не станет уважаемым. Никто и никогда с гордостью не скажет, не назовет эту профессию делом всей своей жизни. Есть другая проблема. Огромное количество наших соотечественниц, по сути, не являясь, формально не являясь проститутками, торгуют собой и не стыдятся этого. И вот эта точка зрения, эта позиция наносит больше, куда больше урон общественной морали, чем легализация первой древнейшей. Это была программа «Право голоса». Мы выходим ежедневно с понедельника по пятницу. И помните, «Право голоса» есть у каждого.